2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Участники регионального конкурса профессионального мастерства студенческих строительных отрядов схему построения кирпичной стенки видят впервые. Их задача за 90 минут соорудить конструкцию по всем строительным канонам. Задача не из простых, но участники месяцами к этому готовились. Дополнительно я готовился, изучая литературу специально. То есть я повторял, какие бывают швы, какие бывают виды камня, кирпичей. Ну то есть очень важно. И иногда, непосредственно, конечно, на сезоне наша основная деятельность, мы сталкиваемся с этим. И также я подрабатывал на стройке. Думаю, что это даст мне какой-то, не знаю, помощи. Всего в конкурсе принимают участие 7 различных студенческих отрядов. И ребята проходили два этапа. Теоретический, проходит в письменном формате в виде теста на знания строительной сферы. И финальный этап практический. Построение кирпичной конструкции. Весь ход работы оценивает серьезные жюри. Техника безопасности, охрана труда, в которую входит организация рабочего места. Соблюдение технологического процесса, выполнение кирпичной кладки. И соблюдение размеров чертежей. Кстати, студотряды края довольно часто работают на самых известных стройках страны. К примеру, наши ребята несколько лет назад строили космодром Восточный. Ну а по итогу двух этапов нынешнего конкурса жюри подсчитает общее количество баллов и определит победителя. Его мы узнаем в начале ноября. А самая главная награда специальный знак качества. По ценности и статусности это как статуэтка Оскара на кинофестивале. Дмитрий Дроздов, Алексей Фрезин. День с толком.